18 ноября в обновленном зале Дома культуры Алла-Кашхабли прошло муниципальное родительское собрание по теме «Основные подходы к проведению государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году». В нем приняли участие министр образования и науки Республики Адыге Аминет Хожева, глава муниципального образования Кашхабльский район Заур Хамирзов, директор государственной аттестационной службы Лариса Милосердина, начальник управления образования Кашхабльского района Касей Киргашев, а также директора общеобразовательных учреждений, педагоги и родители. На повестке дня было пять основных вопросов. Собрание открыл начальник управления образования Касей Киргашев с докладом об итогах государственной итоговой аттестации 2015-2016 учебного года. Далее слово было предоставлено муниципальному координатору, ведущему специалисту управления образования Фатиме Тутаришевой. Она рассказала присутствующим об основных подходах к проведению государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году. Уважаемые участники нашего сегодняшнего собрания, очень быстро провести 8 лет школьной жизни. Для всех нас и наших детей наступает ответственная и волнующая пора. Пора сдачи первых государственных для наших детей экзаменов. Ваш ребенок, ученик или ученица 9 класса, стоит на пороге принятия важного решения, остаться обучаться в 10 классе или идти в специальные учебные заведения. И необходимо сделать выбор так, чтобы вашему ребенку легко и интересно жилось. Наша с вами общая задача – помочь ребенку подготовиться к экзаменам и создать все условия для их успешной сдачи. Надо настроить ребенка на труд и ни в коем случае не дать ему запаниковать. Итак, кто такое государственная итоговая аттестация, то есть ГИА, и кто допускается в ГИА. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования, то есть ГИА-9, включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, и экзамены по выбору. И специальные технические средства, которые необходимы для предмета, который сдается в этот день. То есть по математике разрешается только линейка, дополнительно взять только линейку. По химии, биологии, физике разрешается непрограммируемый калькулятор. По биологии еще карандаш можно взять, по географии линейку. Кроме этих предметов, у ребенка на день сдачи экзамена того или другого предмета не должно быть. Во время экзамена участникам запрещается обращаться друг с другом в аудитории, свободно перемещаться по аудитории и по пункту, выходить из аудитории без разрешения организатора. Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения, удаляются с экзамена. Ну, конечно, здесь процедура проходит, что организаторы приглашают организаторов в коридоре, при этом приглашается уполномоченный представитель территориальной экзаменационной комиссии, составляется акт, и согласно этого акта ребенок удаляется. В случае, если участник по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию. При этом ответственный организатор должен пригласить организатора вне аудитории, который сопровождает ребенка в медицинский кабинет. Дальше, если медработник подтверждает ухудшение состояния здоровья участника ГИА-9, то составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Участники итоговой аттестации, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут покинуть пункт проведения экзамена. Организаторы принимают у такого участника работы, и при этом ребенок покидает ПП. Продолжительность экзаменов такова. Русский язык, математика, литература пишется 3 часа 55 минут. История, общество знания, биология, физика 3 часа. География, химия 2 часа. Иностранный язык 2 часа 10 минут. Информатика 2 часа 30 минут. Все проекты демоверсии ГИА-9, то есть КИМы 2017 года, размещены на сайте ФИПИ, то есть на сайте Федерального института педагогических измерений. И каждый участник, каждый обучающийся 10 класса может воспользоваться всеми этими заданиями при подготовке к итоговой аттестации по всем учебным предметам. Дальше обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 рабочих дней. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея на своем заседании рассматривает результаты итоговой аттестации по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении или аннулировании случаев, предусмотренных порядком проведения государственной итоговой аттестации. К сожалению, частые случаи, когда дети не могут сдать государственную итоговую аттестацию по причине недостатка знаний из прошлых лет. И нам с вами нужно выявлять именно эти пробелы и исправлять их в 9 классе. Также частой причиной провала является элементарное непонимание вопроса в задании. Для того, чтобы обеспечить полное понимание вопроса, учителя должны проводить большую подготовительную работу. Всем известно, что результат выпускных экзаменов во многом зависит от совместной подготовительной работы всех уровней. И в целях успешного проведения итоговой аттестации в 2017 году в образовательных учреждениях района ведется подготовительная работа. Для обеспечения организованного проведения итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Кашхабльского района в 2016-2017 учебном году управлением образованием и образовательными учреждениями составлены планы мероприятия, то есть дорожные карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. В 2016-2017 учебном году разработан комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке к итоговой аттестации. Составлена адресная программа деятельности управления образованием и образовательных учреждений с низкими результатами ОГЭ по повышению качества образования в 2016-2017 учебном году. Затем слово взяла министр образования и науки Республики Адыге Аминет Хожева. Она рассказала присутствующим о роли этого собрания и его значимости. Мы собрались здесь в таком составе и почему очень важно было мне лично встретиться. Я очень благодарю Заву Раскорбевича за личное участие также в этом собрании, что еще раз говорит о том, что в Кашикагарском районе очень серьезно относятся к вопросам образования в целом. Мы не раз это испытывали на себе как ведомство и всегда находили поддержку в районе, за что отдельная благодарность. Вам лично, Заву Раскорбевичу, всему федератическому составу района. Многое мы уже сделали, многого достигли за те годы. Но, во всяком случае, пока я на поведомстве, я на себе всегда чувствовала поддержку именно Кашикагарского района. Мы проводим целую серию таких собраний с личным участием моим, либо вынуждена была направлять своего заместителя первого, Надежды Ивановны. Почему для нас это очень важно? Родители дорогие, Три года назад, когда в стране в целом, и, конечно, в Республике Аль-Дугея, началась очень серьезная работа по так называемому честному и объективному проведению экзаменов итоговой аттестации, но тогда, в первую очередь, речь шла об 11-х классах, мы проводили точно такую же серию собраний, когда выезжали большим составом в каждый район, общались с родителями, встречались с учителями, отвечали на любые вопросы, которые касались итоговой аттестации и в целом системы образования. И, кстати, тоже вы можете точно так же задавать любые вопросы, пользуясь тем, что первый лиц сегодня присутствует здесь, мы готовы ответить. После начала введения этой системы, началось это в 2013 году, и я очень рада этому. Мы много очень работали, мы много приложили сил, все начальники управления это знают, все учителя, все главы это знают. У нас вопросы качества проведения итоговой аттестации стоят на самом серьезном, на контроле на самом высоком уровне. Лично глава республики, премьер-министр, постоянно держали и держат этот вопрос и будут держать на контроле. Ситуация начала очень серьезно меняться. Мы получили тотальный провал в оценках, в уровне знаний, увидели в 2014 году, после того, как в 2013 начали переходить на эту систему, и у детей прошла возможность, исчезла возможность списывания на экзаменах. В итоге мы получили сумасшедшее количество не получивших детей аттестаты. Мы получили, ну, наверное, одни из самых низких результатов даже по баллам на уровне Российской Федерации. Мы вошли в так называемый перечень кавказских субъектов, которым не дано сдать экзамены. Сказать, что было очень сложно пережить те годы, вот лично мне, как руководителю ведомства, потому что я отвечала за эти результаты, докладывала о них на всех уровнях, федеральном, региональном, межрегиональном. И каждый раз подчеркивала, что в Адыгее отвратительное было качество. Познание было, поверьте, непросто. Но по-другому нельзя было переломить эту ситуацию тогда. Надо было испытать нам всем этот позор. Мы об этом много говорили. Не дадут мне собрать мои коллеги. Мы открыто увидели эти проблемы. Мы вскрыли все эти нарывы. Мы залечили все эти раны. Сегодня мы можем смело сказать, что тот результат, который получила ЕГЭ, по ЕГЭ уже в 2015 году Республика Адыгея, он отвечал очень высокому уровню. Ввели в прошлом году так называемую систему оценки качества организации и эффективности проведения государственного экзамена в 11 классах, который состоит из целого перечня показателей. Очень много там критериев, которые включают и технологическую, финансовую, организационную, и кадровую составляющую проведения экзамена, и качественные показатели ЕГЭ. То есть такая большая очень система показателей. Так вот, я с большим удовольствием говорю вам, что в прошлом году Республика Адыгея именно по вот этой системе критериев оценивались все 85 субъектов Российской Федерации. Мы заняли первое место в прошлом году. То есть у нас не было практически замечаний. Был критерий, надо было набрать 600 баллов. Из 600 баллов мы набрали 599. Это был лучший результат по Российской Федерации. В этом году эти показатели еще увеличили на несколько групп. Надо было уже набрать, Лариса Александровна, 735 баллов, 735 баллов, Республика Адыгея набрала 729 баллов. Это был, опять-таки, лучший результат в Российской Федерации. Это не мой личный результат. Это результат работы всей системы образования Республики Адыгея. И я очень благодарна всем, всем, кто верой и правдой. Иногда через сопротивление даже бывало и родителей, где-то детей, все-таки мы добились этого высокого результата. Это еще раз говорит о том, что мы можем. Но это была работа с 11-ми классами. То есть с 10-ми, с 11-ми классами. Вот два года после того, как ребята услышали, почувствовали, еще в 9-х классах, 3 года назад мы начали очень активную работу по подготовке будущих выпускников, уже 11-ти классников. 9-ти классники, те, кто почувствовали, что не потянут 10-й, и остальные шли в техникумы. Остались более-менее мотивированные дети вот два года назад в 10-м классе, которые благополучно в 10-й, 11-й класс отучились. И в этом году порадовали нас настолько, что, коллеги, у нас только 3 ребенка. И мне жалко, что и эти 3 у нас существуют, не получили аттестат в 11-м классе. К сожалению, все равно не удалось нам до конца вот идеально сделать положительный результат. Все-таки нашлись дети, которые не смогли получить аттестат. Все остальные получили. Получили очень высокий результат. Баллы. Все поступили в ВУЗ. Ведь это замечательный результат. Замечательное. Что мы имеем в 9-м классах? Мы начинаем такую же работу. Уже в прошлом году, сегодня вот в докладе это прозвучало. Хотя уже в прошлом году писали не на базе всех своих школ. Например, в Кашикабрском районе было 2 пункта проведения экзамена для 9-ти классников. В городе Майкопе это было порядка 5-6 пунктов. 5-5 пунктов. Дальше мы убрали. И так в каждом районе. У всех по-разному. Больше 20 пунктов у нас было по всей республике Адыге. То есть мы уже централизовали, мы уже начали наводить так называемый организационный порядок в проведении этого экзамена. И ряд пунктов был оснащен технически так же, как на ЕГЭ. То есть уже были обеспечены камеры, уже были металлоискатели, они были во всех пунктах. Кое-где не было камер, ну просто финансово не получилось обеспечить, конечно, такое большое количество пунктов. Все учителя, все ученики, они были уведомлены о том, что запрещено проносить телефон, о том, что включены вот эти режимы контроля, фиксации всех движений, всех нарушений. Тем не менее, не все дети услышали, и у нас было довольно серьезное количество удаленных детей уже и в 9 классах за использование телефона. Поэтому я хочу, чтобы вот родители, уходя отсюда, услышали и запомнили самые главные, вот несколько самых главных вещей. Может быть, даже не надо вам сейчас запоминать точный порядок проведения каждого экзамена, что можно брать с собой, что нельзя брать, сколько длится экзамен, во сколько он начинается. Это должны знать дети. И поверьте, им и раз, и два, и десять, и двадцать раз скажут об этом до тех пор, пока вот реально ночью не встанут и не расскажут, как нужно проводить экзамен. Родителям, ну туда, ближе к маю месяцу, конечно, вы еще раз должны будете просмотреть этот порядок и помочь своим детям, напомнить им для себя, если вот, ну есть такие родители особо любознательные, которым нужно знать каждую деталь в этих экзаменах. Что должны запомнить сейчас родители? Первое. У нас уже в этом году, уже в прошлом году мы начали, в этом году еще более будет серьезно проработан вопрос технологической безопасности информационной во время проведения экзамена. Количество пунктов для девятиклассников будет сокращено до минимума. Это значительно упростит, ну нет, не упростит, а позволит обеспечить более качественный контроль за ходом проведения экзамена. Это не так будет отвлекать педагогов, но на слишком большое количество пунктов нам удастся, ну, немножко оптимизировать работу педагогов. У нас, в конце концов, их не настолько много, чтобы на каждый пункт раскидывать. Все пункты будут обеспечены видеонаблюдением, все пункты будут обеспечены сигналами подавления связи, все пункты будут обеспечены металлическими рамками. Ну и, соответственно, охранятся, конечно, полиции, потому что террористическую угрозу еще никто не отменял, к сожалению. Поэтому, дорогие родители, вот очень правильно было сегодня уже не рассказано, мы с вами сейчас работаем в одной единой, всегда работали, но сейчас мы просим прямо вот мобилизовать все эти силы в одной единой команде. Дети, родители, учителя. Одно из этих звеньев выпадает, мы не получим результат. И родителям я отвожу, вот лично я, как мать твоих детей, которые уже прошли этот путь, отвожу самую главную роль. Очень много зависит от того, как правильно настроите дома вы их. Как грамотно, без давления, но все-таки очень настойчиво вы проконтролируете весь этот учебный год. Потому что дети, к сожалению, вот девятиклассники находятся в том возрасте, когда склонны, во-первых, недооценивать свой реальный уровень знаний. Раз. То есть кто-то думает, что он слишком умный, кто-то думает, что он, эй, все равно мне это не надо и не надо. Опять-таки дети не всегда оценивают реальность происходящего в этом возрасте. Они могут недооценить те требования, серьезные требования, которые к ним будут предъявлены в мае месяце. Мы с этим сталкиваемся каждый год. Поверьте, дорогие родители, я говорю это не фантазия. Это каждый год мы с этим сталкиваемся. Потом с плачущими родителями сталкиваемся, которые приходят, говорят, моего ребенка удалили, или он получил два, хотя весь год, а то и два, и три года занимался с репетиторами. Но родители не контролируют, во-первых. Чем конкретно занимается ребенок с репетитором? Раз. А какие условия созданы в школе? Бесплатные, замечу, два. А ходит ли вообще ребенок на занятия? И чем он занимается на этих занятиях? Три. Я не говорю обо всех родителях, но такие есть. И наверняка каждый из вас, вот, ходя на родительские собрания, может назвать сейчас несколько фамилий родителей, которые, может быть, вообще ни разу не появлялись на родительских собраниях. Вот сейчас наступает тот самый момент, когда нужно, наверное, вот как в первом классе, мы с вами когда-то детям помогали, мы же делали с вами уроки, мы сидели, а то и во втором, и в третьем, и всю начальную школу помогали детям. Точно так же надо сейчас мобилизовать все свое время и обратить его на своих детей. Очень важно сейчас помочь, вот буквально, вот в самое короткое время выбрать детям те два самых важных дополнительных экзамена, которые они будут сдавать. Русский математика, это само собой. Еще раз напоминаю, самое главное отличие от прошлого года. Ребенок, любой ребенок Республики Альбегея, Российской Федерации, независимо от того, где он живет, сможет получить аттестат только в случае, если у него по четырем экзаменационным предметам будет положительная оценка. Это будет в этом году первый раз. Допуском к экзаменам является положительная аттестация по всем предметам. То есть дети должны выполнить учебный план, все промежуточные контрольные, итоговые, все написать, и потом благополучно быть допущенными к четырем экзаменам, которые также должны сдать на положительную оценку. В своем выступлении министр образования и науки Республики Альбегея особенно отметила, что нужно уделить особое внимание тем детям, которые попадают в зону риска, так как это почти треть учащихся. В школах должны проводиться дополнительные занятия. Она также подчеркнула, что все необходимые данные и задания для тренировок школьников есть на официальных сайтах в открытом для них доступе. Следующим на повестке дня был вопрос о подготовке ГИ обучающихся девятых классов, по которому выступил директор СОЖ номер 9 села Вольное Наталья Катунина. О роли родителей в успешной сдаче ГИ присутствующим рассказал председатель родительского комитета СОЖ номер 5, Аула Блечипсин, Людмила Кушхова. Одним из важных вопросов родительского собрания было психологическое сопровождение обучающихся при подготовке ГИ, работа с родителями. Педагог-психолог СОЖ номер 7 поселка Майский Татьяна Обливанова донесла до всех присутствующих всю серьезность этого вопроса. Психологическую подготовку учащихся в даче основных государственных экзаменов нужно считать одним из приоритетных направлений работы психолога, потому что подготовка ученика к успешной сдаче ОГЭ есть результат непосреднего года, месяца, дня работы, а эта работа должна проводиться на протяжении всего периода обучения. В нашей школе ежегодно разрабатывается план психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса государственной итоговой аттестации, который позволяет устранить негативные ожидания и переживания, вызванные у учащихся родителей и педагогов, научить приемам приема релаксации, снятия напряжения, дать представление об особенностях проведения ОГЭ, сформировать реалистичные представления у учащихся и родителей об ОГЭ. Один из важнейших факторов, определяющих успешность ребенка в сдаче государственной итоговой аттестации, это, конечно, психологическая поддержка. Поддержка в школе осуществляется по двум у нас направлениям. Это психолог и родители. Не всегда родители обладают полным объемом психологических и педагогических знаний о том, как правильно помочь своему ребенку. Старайтесь не нагнетать слишком сильное напряжение. Чрезмерная тревога, как чрезмерное и чрезмерное спокойствие, препятствует эффективной подготовке. Выпускнику необходимо чувствовать вашу поддержку, а не давление. Выражайте уверенность в его способности справиться с этим испытанием. Обратите внимание и на свои чувства, связанные с экзаменом. Если вы испытываете страх, боитесь, что ваш ребенок не сдаст экзамен, а эту тревогу может и чувствовать и ребенок, это уменьшит его уверенность в своих силах. Напротив, ваша уверенность и убежденность в его собственных способностях будет ему помогать. Для уменьшения тревоги вам необходимо получить всю необходимую информацию о предстоящем экзамене в своем образовательном учреждении. Сохраняйте теплые и доверительные отношения с ребенком в этот непростой период. Пусть он чувствует вашу заботу и внимание, но не чрезмерную опеку и контроль. Следите также за режимом дня и самочувствием ваших детей. Обеспечьте выпускнику дома удобное место для занятий. Проследите, чтобы никто из домашних ему не мешал. Занятия должны чередоваться с периодом отдыха. Через полтора часа интенсивной работы необходимо делать перерывы. Каждый день у ребенка должно быть время для любимых занятий, общения. Важен достаточный для отдыха сон. Не менее 8 часов. Наблюдайте за самочувствием ребенка. Никто, кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с переутомлением. Если ваш ребенок плохо переносит интенсивные нагрузки, посоветуйтесь с лечащим врачом о том, какие поддерживающие и стимулирующие препараты вы можете давать ребенку в этот период. Но не назначайте препараты самостоятельно. Обратите внимание на питание. Во время интенсивного умственного напряжения выпускникам необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как курага, рыба, орехи, шоколад, стимулируют работу головного мозга. Очень важна организация подготовки к экзамену. Помогите выпускнику спланировать порядок подготовки. Распределите темы по дням. Во время выполнения тестового задания приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у него будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Приобретите пособия с тестовыми заданиями и организуйте дома полноценную подготовку к экзаменам. Накануне экзамена обеспечьте полноценный отдых. Выпускник должен как следует выспаться. В последний день не нужно интенсивно заниматься. Лучше дать организму отдохнуть и набраться сил перед испытаниями. Успокаивающие средства валериана, пустырник можно дать выпить на ночь перед экзаменом при необходимости, но ни в коем случае не утром в день экзамена. Накануне экзамена поговорите с ребенком, обсудите его сомнения и страхи по поводу сдачи экзамена, постарайтесь снять излишнее волнение, скажите, что у него все получится. После рассмотрения всех вопросов в повестке дня слово было предоставлено главе муниципального образования Кашхабльский район Зауру Хамирзову. Я прекрасно понимаю беспокоенность родителей перед девочками. Я не сказал бы, что они трудные, они нервные, поэтому убедительная просьба, вот очень замечательное выступление психолога майской школы, не нагнетайте ни себя, ни детей. Летом мы торжественно открывали памятник нашему знаменитому Емельку, тем году Кирашеву, и мы приурочили вручение Кирашевской стипендии, наверняка вы все знаете, что в районе существует такая традиция, когда раз в год мы чествуем выпускников Кашхабльского района, которые учатся на отлично в вузах, и мы даем им денежную стипендию. Было очень приятно видеть, когда наши выпускники учатся в ведущих в вузах страны, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове, в Краснодаре. Они не просто там учатся, они учатся там на отлично. Это в первую очередь заслуга наших учителей, это в первую очередь заслуга наших родителей. Что это значит? Можем тогда хотим, но одновременно, одновременно, вот у нас вот, как выше было сказано, есть так называемая группа рисков. У нас есть, например, школа, которая входит в 200 лучших сельских школ Российской Федерации, у нас есть школа, которая входит в десятку лучших школ Республики от ЕГЭ по результатам сдачи ЕГЭ, и у нас есть школы, результаты ЕГЭ, которых ниже региональных, республиканских. Вот такой большой разброс. Это неправильно, это не должно быть. Вот эти экзамены, которые нам всем предстоят, и 9 класс, и 11 класс, эти экзамены сдают не только дети, экзамены сдают и школа, это обязательно, экзамены сдают учителя, которые обучали их, которые их готовили. Вот очень много правильных слов было сказано про дополнительное образование. Я хотел бы сказать, что по Кашаповскому району, вот у нас есть система, центр так называемого дополнительного образования, у нас реально охват 77% учеников. По-моему, мы по Республике от ЕГЭ, если мы не первые, то точно вторые. По-моему, у нас самое большое количество штатных единиц в центре топ-образования по Республике от ЕГЭ. Самое большое количество. Целый штат мы содержим. Поэтому вот те слова, которые были сказаны, они очень все правильные, просто нужно сейчас их воплотить в жизнь. Очень важное значение имеет вот то, что Аминат Шумаповна говорила, контроль за уровнем преподавания в школе, когда заучи посещают уроки. Очень правильные слова были сказаны, что зачастую мы не знаем, какой уровень преподавания. И у тех же самых учителей, и у тех же самых репетиторов. Поэтому очень важно, очень важно, что в родительском комитете родители не стояли в стороне. Контроль должен быть, но хотелось бы подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя указывать учителям, как нужно учить детей. Потому что учителя, прежде всего, они специалисты. Я думаю, мы все вместе достойно сдадим вот этот предстоящий экзамен. Я желаю всем вашим, нашим детям успехов, удачи, вам всем благополучия. Я уверен, что наши учителя очень высокопалифицированы. Квалификация очень серьезная. И при должном подходе, я думаю, именно ученики нашего района, я думаю, достойно сдадут вот этот экзамен. Это нужно нам всем вместе. В этот день всем присутствующим были розданы памятки для участников ГЕ-2017 и их родителей, в которых содержатся советы родителям, правила для участника экзамена, расписание экзаменов, резервные дни сдачи УГЭ, а также место его проведения. Будем надеяться, что прошедшее собрание положительно повлияет на итоги предстоящих государственных экзаменов.